МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это суть дела. Счетная палата обнаружила в Роскосмосе нарушение на 92 миллиарда рублей, в том числе и нецелевое использование средств. Глава ведомства Татьяна Голикова сказала, что сначала даже не поверила своим инспекторам. У нас были проблемы с космодромом Восточный, вы все это знаете. Сейчас по факту исполнения бюджета за 2014 год проверяли Роскосмос. Я даже не поверила своим инспекторам, потому что объем выявленных финансовых нарушений составил 92 миллиарда рублей, заявила она журналистам. Речь идет о нарушениях бюджетной отчетности, нецелевом и неэффективном использовании средств при строительстве объектов. По словам Голиковой, проверки будут продолжены. В начале 2015 года Счетная палата сообщала о том, что она обнаружила увеличение сметной стоимости строительства объектов Космодрома Восточный на 13 миллиардов 200 миллионов рублей. Это примерно 20% от стоимости наземных объектов инфраструктуры. По оценке аудитора Счетной палаты Сергея Агапцева, по отдельным объектам увеличение сметной стоимости составило от 20 до 45%. Тогда Голикова заявила, что ее всегда поражала стройка и то, как неэффективно используются деньги у нас в строительстве. По материалам Счетной палаты, Следственный комитет возбудил два уголовных дела о хищениях бюджетных средств. В рамках дела были арестованы бывший глава Дальспецстроя Юрий Хризман и бывший главный бухгалтер этой организации Сергей Ашихман. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России. Это присвоение либо растрата, совершенные в составе преступной группы в особо крупном размере. Наши неудачи в космосе – это не просто экономические потери. Это еще и удар по престижу России как космической державы. Запущенная утром 16 мая с космодрома Байконур ракета-носитель «Протон-М» с мексиканским спутником потерпела аварию предположительно из-за отказа рулевых двигателей первой ступени. «Протон-М» – основной российский носитель коммерческих спутников, рекордсмен по аварийности среди российских ракет за последние 6 лет. С учетом последней аварии из 53 запусков этой ракеты неудачей закончили 6, плюс 2 существенных сбоя. Всего же с 2010 года было 11 аварий отечественных ракет-носителей из 177 запусков, включая «Морской старт». За это же время из 97 ракет, запущенных Соединенными Штатами, аварии потерпели только две. Такое же количество аварий было у Китая при общем количестве пусков – 85. В 2015 году Счетная палата проверила Федеральное автономное учреждение Федеральный центр ценообразования и строительства – ФЦЦС, который отвечает за разработку и экспертизу сметных нормативов на строительство. Эти нормативы определяют, какова должна быть стоимость работ по строительным проектам. Проектировщики, составляя сметы по объектам, опираются на эти нормативы. В ходе проверки Счетная палата выяснила, что фактически большинство индивидуальных и отраслевых нормативов были разработаны частными компаниями, имеющими признаки аффилированности с бывшим главой ФЦЦС Евгением Ермолаевым и его супругой. Стоимость разработки одного норматива могла составлять сотни миллионов рублей. По данным Счетной палаты, только два норматива для Росатома и один для космодрома Восточный обошлись заказчикам в 944 миллиона рублей. Вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал взять под личный контроль расходование средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. «Саботажа я не позволю. Голову оторву тем, кто украдет хоть рубль на космодроме Восточный. Те, кто украдет, будут сидеть, я обещаю», – заявил Дмитрий Олегович. «Интересно, сколько же голов будет оторвано на сумму в 92 миллиарда рублей?» Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова